Пятая книга Моисея, Таразаконе, глава девятая Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сей землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковый иный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сии вы противились Господу. И прихориве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же сорока дней и сорока ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, они сделали себе литый истукан. И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из-под небесной, а от тебя произведу народ, который будет сильней и многочисленней их. Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали завета были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сожег в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и обросил прах сей в поток, текущий с горы. И в Тавере, в Массе, и в Кеброт-Готаве вы раздражили Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря, «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились по велению Господа Бога вашего и не поверили Ему и не послушали глаза Его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал, «Владыка, Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною. Вспомни рабов Твоих Авраама, Исаака и Якова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали. Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской, силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою». Субтитры делал DimaTorzok